Научно-практическая конференция, посвященная атомным героям Брещины, которые участвовали в испытаниях на Тотском полигоне, прошла в городе над Бугом. Время отдаляет от нас события тех лет и с каждым годом данный форум собирает все меньше участников. Однако бесценные воспоминания бережно хранят последователи Тотских героев, люди для которых ядерное оружие и атомные испытания также не просто слова. Многие из них сегодня являются членами Совета ветеранов подразделений особого риска. В начале 1996 года в нашей организации было 605 человек. Сейчас вот на конференции определимся, но где-то около 80 человек осталось. Конечно, время берет свое. Если взять в 1954 году самому молодому солдату было 20 лет, то прибавьте сейчас самому молодому 80 лет. Цель проведенных на Тотском полигоне учений – подтвердить практическую боеспособность армии СССР в условиях и после ядерного взрыва. Несмотря на такую важность события и хорошую предварительную подготовку, после окончания не был осуществлен даже первичными досмотром военнослужащих. И дальнейшее их лечение также оказалось проблематично. Тем более, учитывая факт наличия соглашения о неразглашении на срок в 25 лет, которое подписывал каждый участник. В то время об этом не знали, так как вы на сегодняшний день даже знаете о Чернобыле, вы знаете о радиации, вы знаете о тяжелых металлах, что это вредно. В то время об этом не знали. И мы открыты, мы были роботами. В ходе конференции прошла презентация книги, посвященной атомным солдатам Брещины. Фотографии, описание событий и биографии людей, которые прошли через испытания мирным атомом. Настоящая летопись жизни героев сразу нескольких поколений. В эту книгу вошли все имена, которые мы могли собрать по Брестской области. Фотографии. И данная книга будет дариться всем ветеранам, в том числе и родственникам, которых уже ветеранов нет в живых. Но память о них останется.